Здорово всем пацаны! Ситуации в жизни бывают разные и бывает такое что заканчиваются деньги, а машину надо делать, надо покупать новую зимнюю резину, надо покупать новый бампер, так как он сломанный, ну и в общем где-то что-то подкрашивать. Ну и у меня есть знакомые пацаны, которые работают уже в доставке, не буду скрывать, Яндекс доставка это не реклама, и мы в этом выпуске посмотрим, сколько можно заработать бабок, работая в данной сфере. Машина у нас подходящая, BMW X5 дизельный, жрет он мало, компактный, большой, туда можно много чего засунуть, и буду работать не такси людей перевозить, а Яндекс доставка. Это что? Скачиваешь приложение, регистрируешься, тебе поступила заявка, надо взять какую-то коробку, отвезти коробку в другое место. И таксистов у нас на самом деле очень-очень-очень-очень много по городу, но они же что-то зарабатывают, так что в этом выпуске посмотрим, сколько можно заработать денег, работая в Яндекс доставке на BMW X5. Сейчас садимся в тачку, регистрируемся в приложении, и погнали, пробки на дорогах, идет дождь, а это что значит? Это значит вонючая стрелочка, повышенный коэффициент, и что будут больше платить бабок. Погнали! Честно скажу, раньше я никогда в жизни не работал ни на доставках, ни в такси, никогда. Для этого нам понадобится паспорт, документы. Надеюсь, когда я документы внесу, у меня машина не будет числиться, как будто она раньше в такси работала. Ей сейчас надо написать какому-то чуваку, типа Вась-Вась, я хочу работать на линии, и он меня должен как-то зарегистрировать. Сейчас мы берем телефон, да, смотри, как и получается, его номер телефона, пишем в WhatsApp. Надеюсь, у нас в течение часа это все дело получится, и мы уже поедем зарабатывать деньги. Буду снимать тайно с экшн-камеры, когда нам посылки будут отдавать, или когда я буду развозить, и все цены буду проговаривать, какой заказ, сколько вышел. Самому интересно, можно или нельзя сейчас заработать. Друзья, хочу вам напомнить, что 10 октября состоится финальный матч Лиги Наций по футболу, где в 21.45 будет играть Испания против Франции. Мои постоянные партнеры из Улан-Икс дают самые высокие кэфы на этот матч, пополнение счета без комиссии, регистрация в Адитлик без паспорта и моментальный вывод без потерь на большинство платежных систем. Переходи по ссылочке в закрепленном комментарии, либо сканируй QR-код. Пишем сообщение, есть какая-то контора, здравствуйте, хотел бы на Яндекс.Доставку устроиться. В WhatsApp пишем, они вроде как нас зарегистрируют, но это, как я понял, посредники, они с тебя будут комиссию брать. Комиссию с вами большой берут? Процентов 5-10, да, наверное? 8. 8? Угу. Блин, нихуя не делают 8% с бедных людей отсюгивают. Посмотрим, как быстро нам ответят. Потом придется сфотографировать пластиковые, там документы на машину, паспорт, что мы законопослушные люди. И надеюсь, у нас все это быстро пройдет. Приложение надо скачать какое-то. Скажи сразу, какое приложение? 2? А зачем? Одну таксопарк, чтобы деньги выводить. Вторую, саму такси. Давай сначала начнем с саму такси, чтобы нам работать, а выводить потом. Или так нельзя? Наверное, можно. Вы не спрашивайте, откуда Саня все знает. Давай XPTM поставим. Заказ будет разрезаем. Доставка приеда XPTM. Так, ну все, я все вам загрузил. Здравствуйте, для регистрации в нашем таксопарке вам необходимо направить фотографии водительского удостоверения и СДС. Сейчас сделаю. Денис, документы ваши получили. Как только мы вас зарегистрируем, наш менеджер с вами свяжется и расскажет о дальнейших действиях. Бля, это долго, капец. Хорошо, ждем. Ну все, рады вас видеть, как насчет экскурсии по Яндекс.Про, чтобы научиться с нами работать. Это займет не больше 10 минут. Не надо нам? Можно пропускать. Ну все, умеем, позже. По деньгам, смотрите, Денис в ЖИК. Рейтинг пока 5. Уровень закрыт, да, какой-то. Заказы 0. И сегодня 0 заработал. С нуля начинаем. Zero. Zero. Ноль. Так, мы рекомендуем водителям и курьерам, выполняющим заказы через сервис, ага, пройти вакцинацию. Бля, у меня антитеосы. Ребят, сейчас будем проходить тест. Как мне тут надо отвечать на вопросы какие-то дебильные. Стоимость тарифа всегда включена в услугу от двери до двери. Я вот не хочу от двери до двери таскать. Мне надо просто доставка, да, значит, сжать. Далее. О посылках. Посылка должна быть не больше чемодана и помещаться в багажник. Багажник у меня большой. Ладно. Максимальный вес 20 килограмм. Они, наверное, посмотрели, что бренд РИЧ больше двадцатки не поднимет и искали двацаточки в самый раз. Я согласен с этим. Что нельзя доставлять? Деньги и драгоценности. Понял. Животных. Понял. Оружие и наркотики. Любые иные предметы, запрещенные законом. Хорошо. Я вас понял. А как они будут в коробке запечатаны? Вот кошку запечатают в коробку. Я буду знать, кошка там или собака. Ладно, кофе. Следите за чистотой салона. Надежно фиксируйте посылку. Помните, что в закрытой упаковке может быть что-то хрупкое. Обращайтесь с ней бережно. Отлично. Будем брать любой тариф. Я бы пацанка не избавал, Лишь бы бабки платили. Так, вам ответят в течение 5 минут, блядь. 5 минут, блядь. Меня резать будут, убивать нахуй. Они мне в течение 5 минут ответят, блядь. Есть ли заказ за наличные? Блядь. Бывает такое? У меня фигурки там, блядь. Пиздец, у меня задачи нету. Ну ладно. Перед выездом позвоните по учателю и предупредите ему. Ты что, звонишь каждый раз? Нахуй. Ладно, разберемся по факту, ребят. По факту разберемся. О, тест, да, пошел? Тест, тест, пацаны, тест. Сейчас проверяют таксиста, насколько understand по-русски, потому что таксисты бывают разные, но честно, и не понимают вообще. Первый вопрос, Абрам, это как, знаете, поле чудес. Так, я готов, я настроился. Курьер Вадим доставил заказ до двери. Ну, блядь, я же не Вадим, я Денис, дебилы. И вернулся в машину. Он пытается переключить статус. Вручил посылку, но система просит ввести код. В чем здесь проблема? Похоже, на сбой приложения Вадим забыл нажать статус, когда общался с клиентом. Вадим, он не пришлая со мной с кодом, которая надо вести. Ты видишь, АБВ, АГ, должно быть написано Вадим долбоеб. Сань, что надо? Вадим забыл нажать статус, да? Хорошо, когда есть умный Вадим рядом. Нестандартная ситуация, Санек. А, ты Вадим теперь. Вадим, смотри, нестандартная ситуация. В нужной точке вы отдали не ту посылку. Как поступить? Ебать, а прикинь, на Тори приехал, скажешь, вам посылку? Он даблит наркоман и побежал с этой посылкой в кусты. В этом случае свяжитесь с поддержкой через кнопку в карточке заказа. Там вам подсказывают, что делать. А, это не тест. Я думал, это тест. Так, мне тут уже по другому телефону наговорили сообщений. Нет, эти данные не попадут. Они попадают только в случае, если вы брондируете машину. Вот скажите, вы планируете работать по тарифу доставки курьера, верно понимаю? Да. Просто ваша машина подходит также по тарифу эконом. Эконом. Там гораздо больше заказов. Иди в жопу эконом, блядь. Охуела, что ли эконом? Что по тарифу доставки курьер, что в водительских перевозках ваша машина отчислиться не будет, что вы работали ранее в таксопарке в Яндексе. Понял, я ему тебе эконом. Сука, эконом, прикинь. Здравствуйте, здравствуйте. Да нет, по бизнесу, только по бизнесу хотелось. Да, если честно, ну вот, да, доставка, доставка, доставка. Буду посылочки доставлять. Как Дед Мороз. Вы приняли заказ по тарифу доставка. Доставка это что? В комментариях указано требование от двери до двери. Обязательно ли указать эту услугу? Там кнопка должна быть и не в комментариях. Ммм, какие варианты? Услугу можно не оказывать, если не удается припарковаться близко к адресу доставки. Да, обязательно. Иначе можно потерять доступ ко всем заказам тарифа. Не обязательно. Необходимо позвонить отправителю и уточнить. Блядь, Вадим, ты чё? Скорее, второе. Верно. Вы выполняете заказ услуга от двери до двери. Произошло что-то, из чего вы не можете дойти до отправителя. На входе в офис просят пропуск. Нет парковочных мест, дорога перекрыта. Что будете делать? Да пошли всё к чертям собачьим, нахуй, домой поеду чай пить. Отменю заказ, свяжусь с отправителем и постараюсь найти решение. Припаркуюсь, где получится и буду ждать, пока отправитель сам... Ну, свяжусь, конечно. Свяжусь, свяжусь. Правильно, верно. Фото с водительским удостоверением. То, типа, моё лицо, то, типа, водительское удостоверение. Это как у оси, вот так вот, смотрите, так вот водительское держусь. Бля, кверх ногами и получилось. Саня, а донировка, что могут заказать? Не знаю. Давай опустим. Давай. Держи свою погремуху. Я в жизни столько не фотографировался, что ли здесь, чтобы в Яндексе работать. Ну, ребят, наконец-то мы зарегистрировались. Не прошло полгода. Нам надо сделать доставку, да? Курьеру брать. Так, тариф выбран. И что, сжать прям на линию? Бля, волнительный момент, как будто, блядь, народу к жене еду на хуй на линию. Чтобы выйти на линию, установите в настройках приложение режим доступ к кеопозиции всегда. Всегда. Сейчас время 2.57. Поздно выехали, долго регистрировались. И самые пробки начинаются. Так что ждем заказик. Конкуренты. Женщина за рулем ехала. Друзья, в ожидании первого заказа. Едем поближе куда-нибудь к цивилизации. Где метро, где люди часто там чем-то пользуются. И интересно, что же мне вручат? Как вы думаете? Оставляйте свои прогнозы. Что мне будет там? Фолло-имитатор, телевизор, ноутбук, может быть, кроссовок, ботинок, трусы. В протяжении уже, наверное, 5 минут просто в холостую катаемся, ищем. Ищем. Как сказал Саня, когда вылезет заказ, надо еще принять успеть. Я-то думал, типа, уже все, заказ у вас в пути там, типа, ну что, уже надо ехать. А тут надо еще успеть и кнопку нажать. Еще такие РД-чиков, штук 150 сидят. И пытаются вот так вот быстрее нажать вперед всех. Там скорее сначала самым крутым выпадает. Если они отказываются, или они заняты, то выпадает уже. Ну она мне сказала, там первая неделя у тебя там какой-то приоритет повышенный, там типа... Плюс 3, плюс 2. Это фигня, да, наверное? У меня уже плюс 1. А, у тебя уже плюс 1. Здравствуйте! Я за вашим заказиком. Ага, спасибо. Все, я поймел. Все, ага, все. До свидания. Ребят, первый заказ. Что ждать, принять? Принять. Что здесь? Что здесь? Что здесь? Ох, нихуя себе. До подачи. Так, что делать, Сань? Здесь. А где маршрут? А, вон маршрут. А, вот тут маршрут. Маршрут построен. Ребят, первый заказик. Ёлки-палки, какой я радостный дебил, блядь, Алеша Попович. 16 минут до места прибытия. Ну, город стоит, час пик. Хоть и не сильно далеко, но, видите, у нас дождь идет. У нас дворники скрипят. Недолго музыка играла. А, что там, Сань, покажи. Я просто заказ отменил, плашка вылезла. Плашка вылезла, заказ отменен. А я стартанул, радовался. Думал, первые бабки. Блядь, ну нахуя вы отменяете заказы? Я такой радостный был. Просто, знаешь, как будто у меня зарплату отняли. Как будто дали премию, и ее тут же забрали. Блин, ну ждем, пацаны, ждем. Что делать? Первый блинком, ты говоришь, у тебя тоже, да, отменяли заказ? Поменяли место дислокации, приехали на ленту и нажали уже в приложении, и курьеры еще. Что типа ты сам можешь куда-то заходить, забирать посылку. В основном это магазины какие-нибудь стрёмные. Что ты типа доехал, вышел, забрал. Не так, что тебе в окошко сунули. Нам бы хоть что-то бы, хоть какие-нибудь бы заказики. Вообще ноль. Сразу заказ, что берем? Принять. Хилокская, бля, это пиздец ебеня. Блин, нам ехать. Поверните направо, а затем поверните. Хотя пишет 8 минут, все, я замяжен, пацаны. Первый заказ. Едем по второму нашему заказу. Первый был неудавшийся. Пошел ты нахуй. Алло. Понял, нет? Заказ отменен. Отменен? Блядь. Блядь, я бензина больше сожру, нахуй, чем они отменяют. Я не знаю, зачем они заказывают и отменяют. Третий заказ. How turn? Я только улицу даже не знаю. Давай, нажми быстрее. Да вот сюда же надо, да? Ничего себе налево. Что ты сделал? Мне пиздец. Уже отменен опять? Заказ номер 4. Долгая поездка. Долгая? Улица, я таких не знаю даже. Ты можешь в своем навигаторе, чтобы мы не сворачивали его? Может, из-за того, что мы сворачиваем? Видишь, мы сворачиваем его в фоновый режим, и он все, наверное, типа теряет связь. Может, из-за этого? Поверните налево. Сейчас одно разобрались. Не надо было нам сворачивать привожуху. Скорее всего, по нашей вине они отменялись все заказы. Сейчас мы вот не сворачиваем. И вот включили навигатор на одном телефоне, и наш Яндекс доставка на другом. Я таких даже улиц не знаю, честно, куда ехать. А когда жмешь на своем телефоне маршрут, то все как-то пропадает. И он в Яндекс переводит карты, и все, типа заказ сбрасывается. Чтобы вы понимали, ребят, едем за заказом минут 12, ехать еще минут 5. Грубо говоря, чтобы забрать только, надо доехать 15 минут. У меня опять неполадки почему-то с Яндексом. Он мне пишет, проверка личности. Он меня уже достал. Мы уже пять раз машину фотографировали. Я не знаю, почему у меня не работает. Вроде едем в том направлении, хотя бы первый заказ хотим выполнить. Поверните направо. Вот здесь это? Так, что, парковку смеем? Сейчас мне надо, что-то типа, я на месте. Загрузка, подождите. Здравствуйте. Ваша доставочка? Да. Куда, что надо? Вот такие две сумочки? И еще две такие же. Бля, там три сумки пиздец нахуй больших. Видел, да? Багажник полностью забитый. И еще мне сейчас нахуярит в этот салон. Че, хуйня, бля? Эй! Видео, камера. Сколько ехать? 55 минут за 300 рублей. Да ну нахуй, 55 минут отвечаешь? Блядь, надо пристегнуться, поездка дальняя. 54 минуты за 300 рублей. Все, ребят, че, маршрут есть, сумма обозначена, что нам за это чистыми рублей стол пойдет максимум. Блядь, едьте нахуй, я сумки везу, вы че стоите, тупите, блядь. Это еще самый дальний, почти край. Самый дальний край? Правый берег, да. Отвечаешь? Самый дальний край! Сколько километров до туда у тебя показано, Сань? Почти как все люди. 16 километров. В час пик 16 километров за 300 рублей. Ребята, мы в жопе, в жопе. Вот площадь труда, там впереди мост. Вот я еду вот уже 22 минуты, блядь. Написано было 40 минут, за 40 минут я должен был доехать. 22 минуты я еду на мост, заехать не могу. Просто вот все видите, да, что впереди творится? По бокам покажи, Александр, что там творится. Несколько дней спустя. Нужно мне развернуться назад и сумки отвезти с какой-то тетенькой, блядь. Друзья, заехали на мост. Это уже одна треть дороги, считай. На мост заехали, уже к успеху пришел. Боюсь к телефону дотрагиваться, у нас он что-то постоянно глючит. 24 минуты нам потребовалось, чтобы заехать на мост. Вы видели, да, ребят, езжаем в гетто район. Тут висят у нас обувь. А могли бы висеть... Поверните налево, а затем поверните налево на коммунистическую улицу. А могли бы висеть сумки. Въезжаем уже в центр города. Вы можете понаблюдать красивые там, красивые улицы, как красивые дамы переходят улицу. Мы добрые таксисты, мы никуда не спешим. Мы всех пропускаем. Ехать нам прямо, да, здесь. Всех пропускаем. Главное не нервничать. Дороги в центре города у нас хорошие. Администрация города у нас в центре находится. Не знаю, совпадение это или нет, но в центре получше с дорогами. Что не сказать с движением. Прямо просто покажи. Вот это, мне надо куда-то прямо ехать. Вот это паркуется сюда. Вот это едет прямо. А тут вот припарковали слева-справа машины. Вводи мой промокод Абрам ТВ и получи бонус аж до 25 тысяч рублей на первый депозит для новых игроков. Досматриваю видос до конца и вперед. Интересно, какую оценку мне поставить? Интересно, я бы двойку поставил. Я как-то, знаешь, на кипише на таком. Не доехал до дома, на кипише залетел. Я даже не помню, я поздоровался, не поздоровался, потому что у меня в голове каша. Тут приложение не работает. Первый опыт. Ну все, ребят, приехали в жопу мира. Непонятно, что здесь. Склады какие-то. Вот вроде, говорит, направо повернуть. А нам не про гаражи какие-то, говорю. Вот сюда направо завласить? Получается, да? Ну вот, мы доехали. Сейчас надо отдать уже и откреститься от этих сумок. Сань, что, как позвонить? Добрый вечер. Я по поводу доставки. Вам же, да, мы везем? Да, да, да. А подскажите, пожалуйста, вот мы сейчас стоим возле какого-то желтого здания двухэтажного. Это сюда надо? Так, смотрите. Что еще, прием лома там направо? Да, да, да. Я вот прием лома проехал, и сразу вот желтое здание какое-то передо мной, с правой стороны. Прием лома, вот туда ниже спускаетесь, сразу направо. Здесь будет перед розовым зданием, где кафе написано. А вот розовое здание, вижу, я не доехал до него. Вот перед ним направо, и сразу направо я стою. Ну все, мы доехали. Что, надо показать, да, что? Показать еще. А, мы еще не разбудились? Один час шесть минут. Хорошо отдавать. У нас безнал. Давай, остали. Ребят, смотрите, завершаю поездку. Мы все сделали. Завершить. Заказ оплачен картой. Что, дали надо нажать? Доход 326 рублей. Это мне уже, да, заплатили? Нет. Сейчас что, дали надо нажать цен? Чтобы я не хочу заказы принимать больше пока что. Оцените отправителя. 5 баллов. Вежливый клиент был отправить. Оцените получателя. 5 баллов. Нормально все было. Теперь. Быстрее. Куда? А, ну, тебе не даст. А что такое? А, все, да? Наработался. Теперь блокирует работу, проверка личности. Итак, все, выключаем. 327 рублей. Я так и не понял. А так можно посмотреть это чистыми или грязными? Сань, где посмотреть? У меня есть баланс? Сколько я ехал, вот эта отчетность моя. Вот это мне упало. 254 рубля? Да. Подожди, смотри. Комиссия Яндекса 54 рубля. Комиссия Парка 16 рублей. Что такое пробег 16 километров? Да я ехал 16 километров. Почему у тебя баланс в минусе? Я не знаю. На руки я получил 255 рублей. А проехал я сколько? Больше часа, да? Ну, полтора часа, грубо говоря, пока до получения. Совсем грубо. А хотя, ну да. Ну, полтора часа вышло. Ребят, ситуация следующая. Этим роликом мы вам хотели показать вообще, что можно заработать. Как это вообще дело устроено. Всю кухню показать. И хотели заказов 5 выполнить. И посмотреть вообще, стоит оно того или не стоит. Честно сказать, Саня, товарищ оператор. Нет, нет, там один-второй заказик возьмет. У меня много товарищей, кто тоже этой фигней занимается. И пытается как-то заработать. И мне самому стало любопытно. Можно ли на резину, допустим, накопить таким образом. Либо на покраску машины. И начали мы заниматься в обед. Скажу честно, у нас все пошло по барабану. По одному месту не буду материться. И у нас программа постоянно вылетала. Мы уже поняли, что с айфоном они не дружат. И когда мы регистрировались, нам сказали, что с начала октября уже будут все приложения на андроиде. Айфона не будет. Ну да ладно, сейчас речь не про это. Заказы есть. Но вы цены, я думаю, сами видели. Мы сначала регистрировались. Заняло часа два. Уже как-то нервы, силы потратило. В итоге нашли заказ на 327 рублей. И по итогу мне, именно мне упало 250 рублей. Потому что комиссии, там вот этих всяких вот... Получается, по итогу, что я стою тут в жопе мира, чтобы мне сейчас до дома доехать. Это мне надо еще потратить час. На саму доставку, что мы приехали к клиенту, отвезли за него полтора часа. Ну а на всю эту канитель полдня. Мы хотели заснять примерно пять доставок. Но, если честно, пацаны, вот не мое. У меня с нервами проблемы, с ценами. Я понимаю, сколько это должно стоить. Но этот заказ должен стоить чистыми рублей 500. Ну не 250 рублей чистыми. И еще выводить на карточку, сказали, там какой-то будет процент, какая-то комиссия. Так что я предлагаю, что сделать, ребят. Мы вам показали способ. Нравится вам такой заработок или нет. Напишите в комментариях. Напишите в ваших городах вообще, какие цены на доставку. Нормально это или ненормально. Может быть, это у нас в Новосибирске такие цены. В ваших городах все лучше намного. Мне будет просто интересно почитать. Ну как бы я не вычитал еще Бенц. Пускай эта поездка, Бенц, ну там 50 рублей. Солярка, да, там. Ну чистыми там 200 рублей. Жмем на красивого, улыбающего мальчика. Когда, видите, вначале, когда я тут все делал, заявку оформлял. Тут я улыбался, ребят. Выйти из аккаунта. Выйти, да. Так, все, мы вышли из аккаунта. Потом, видите, смотрите, приложение зажимаю. Удалить приложение. Мне оно не нужно. Честно, нервы, здоровье дороже, чем эти 250 рублей. Такой у нас получился выпуск. Там брат-камазист едет. Ребят, с меня, если честно, таксист получился такой же, наверное, как блогер. Ожидалось, что я целый день буду ездить. Хватило меня на полдня и на один полноценный заказ. Так что, ребят, если вы заказываете такси, неблагодарная эта работа. Такси, вообще таксист, как бы, что тяжелая, сложная, нервная. Оставляйте чайовые. Там 10, 15 рублей, 20 рублей. Я не знаю, какую мне оценку поставили. Все, я удалил приложение. Ставьте им там. Если нормальный, адекватный пацан, такой, как и я, там 5 баллов. С вами был Абрам. Немножко уже такой опустошенный. Заряд энергии уже иссяк. Я направляюсь домой отдыхать, кушать и спать. Подписывайтесь на канал. Я думаю, дальше будут еще какие-нибудь эксперименты. Дальше будем еще как-то пытаться зарабатывать. Но вряд ли, наверное, с помощью Яндекс.Такси. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok